Здравствуйте. На часах ровно 8 участок номер 797 начинает работу. Первые голосующие уже ожидают. Собираться начали до открытия. Гульчира Хасанова была первой в очереди. Мир такой, чтобы была жизнь шла. Молодые жили. Старые уж погибают, конечно. А молодые жить надо. И здоровые были. Естественно, это же наш выбор, мы же выбираем. На участке приняты все антиковидные меры. Избиратели проходят по дезинфицирующему коврику, затем им замеряют температуру. Каждому избирателю приготовили свой индивидуальный комплект. Это одноразовые перчатки, маска и ручка. Мы всегда участвуем в голосовании. Ни разу не пропускали. Принимать участие в выборах, чтобы определять свое будущее. Ладно, я свою жизнь прожил, у меня есть дети, внуки. Чтобы им тоже было хорошо жилось. Это наша страна, в которой мы живем. И как остаться безучастным к тому месту, где ты живешь. Антиковидные ограничения, ставшие уже привычными, соблюдены и на самом участке. Разметка для социальной дистанции, кабинка для голосования без передней шторы. За прозрачностью голосования следят независимые наблюдатели, представители политических партий. На данный момент зарегистрировал 7 наблюдателей от различных партий, от КПРФ, от Единой России, от Справедливой России. Всего в списках на этом участке 2023 избирателя. Большинство, как ожидают, сделают выбор в первые дни голосования. Часть подали заявку по состоянию здоровья на голосование на дому. Выездная бригада будет работать в течение трех дней. В городе работают 62 участковые избирательные комиссии, в том числе два закрытых участка в ЦРБ и медсанчасти. Численность избирателей 111 тысяч 419 человек. В районе открыты 54 участковые комиссии. Количество избирателей в селах 37 тысяч 33 человека. На протяжении трех дней все участки будут работать с 8 утра и до 8 часов вечера. Елена Марданшина, Семен Егоров, Новости Юго-Востока.